Очень популярное комнатное растение это фикус. Очень красивое, удивительное растение. Самое главное, что фикусы растения неприхотливые, вечно зеленые, очень хорошо чувствуют себя в наших квартирах. И все, кто очень занят, много работают, вполне подходит такое некапризное и при этом очень красивое растение. Среди всех видов и сортов фикуса, которых огромное количество, больше всего привлекает фикус бенджамина. Он нетипичен для фикусов и интерес к этому растению удивителен. Проблемы, которые преследуют все виды фикусов, они типичные. Поэтому, посмотрев и прослушав это видео, вы можете использовать мои советы для выращивания всех сортов фикуса. Вы должны обратить внимание, что это растение, конечно же, эксотическое. Оно родом из субтропических и тропических лесов. Оно относится к вечно зеленым растениям семейства тутовых. И даже комнатный фикус бенджамина выглядит, как небольшое деревце. И вы можете его формировать так, как вам нравится. У него короткий ствол с гладко-серой-бежевой кроной. Крона разветвлена. И вы можете даже сплетать стволики фикуса, и будет удивительное у вас растение. Фикусы имеют многочисленные воздушные корни. И в дикой природе это вечно зеленое дерево или кустарник может вырастать до 20-30 метров. И очень красивые продолговато-овальные листья, заостренные вершиной. Они могут быть или пестролистные, или просто изумрудно-зеленые. Конечно, знания нужны при выращивании любых комнатных растений. Но фикусы обязательно у вас должны расти только под рассеянным светом, вдали от прямых солнечных лучей. И в отличие от фикусы, которые зеленые листья, фикус бенджамина не любит ярких солнечных лучей. Еще хуже, чем яркое освещение, для фикуса губительный сухой климат, сухой воздух, поскольку он в природе живет при повышенной влажности. Но фикус и не любит перелива. Поэтому обратите внимание на вот такое противоречие. Чрезмерный слишком обильный полив может привести к заболеванию корневой гнилью. И в результате чего листья покроются темными пятнами. Поливать фикус бенджамина и все фикусы надо умеренно, не заливая его водой, но и не дожидаясь, когда он от жажды начнет сбрасывать листья. Или в нем поселится паутинный клещ. Зрители канала «Марина Цветы» знают, что паутинный клещ – это прежде всего сухой воздух и высокая температура. Поэтому на любых комнатных растениях это может быть проблема. Повышенная влажность воздуха достигается ежедневным опрыскиванием листьев фикуса. А когда летом очень жарко, можно и много раз опрыскать растения. Кстати, самая распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы фикуса, это именно опадание листьев, вы меня спрашиваете. И я хочу вам рассказать факторы, которые провоцируют это явление. Прежде всего, это или недостаточная, или чрезмерная влажность грунта. Следующее – это сухость воздуха, а также перепады температуры. И к таким же проблем относятся сквозняки. Бывает просто некомфортная для фикуса температура воздуха ниже 17 градусов или достаточно высокая, выше 25 градусов лета. Недостаток света провоцирует сброс листьев. И обратите внимание, если вы поливаете холодной водой. Вода должна быть мягкой, отстоянной и комнатной температурой. Это все может стать причиной потери фикуса листьев. И все-таки, несмотря на эту особенность, фикус бенджамина можно считать очень непритязательным растением. Выращивать его очень нетрудно. Поэтому, пожалуйста, эти советы для вас очень важны и нужны. Постоянно увлажняйте воздух. Держите растение вдали от прямых солнечных лучей, но не в тени. Увлажняйте грунт по мере необходимости. Берегите деревца от сквозняков. Вырыхлите почву в горшке, чтобы не вызвать гнилостные заболевания, плесень на грунте. Не забывайте о подкормках. Обязательно в период с марта месяца до октября мы удобряем каждую неделю эти растения. Можно универсальные, можно для декоративно-лиственных. С октября месяца по март уменьшаем подкормку. Но все равно один раз в месяц мы используем. Очень хорошо использовать вне корневые подкормки. Они продаются в магазинах по типу фоли. Очень прекрасный препарат, усиливает иммунитет и внешний вид очень красивый. Когда вы покупаете растение из магазина, обычно мы его пересаживаем методом перевалки, но только спустя где-то две недели после покупки, потому что растение должно адаптироваться к новым условиям. Но иногда фикус все равно начинает сбрасывать листья. Говорят о том, что растение реагирует на смену условий. Поэтому, дорогие друзья, придерживайтесь таких правил. Пересадка через 2-3 недели после покупки. Покупайте, добавляйте только специальный универсальный грунт для фикусов. Он определенной кислотности идет. После пересадки растение не подкармливаем в любом случае, минимум в течение двух недель. Хотя все фикусы очень любят подкормку. Они очень прожорливы в плане питания. Взрослое растение мы пересаживаем методом перевалки 1 раз 2-3 года. Делать это лучше в марте месяце. Обязательно нужен дренаж для этого растения. Горшок не должен быть достаточно большой. На 1-2 см больше предыдущего и не больше, чем крона вашего дерева. А старый фикус можно омолодить. Это удалять подсосшие веточки и подрезая кончики веточки. Дорогие друзья, если ваш фикус все-таки сбросил листья, ничего уже не поделаешь. Придется ждать, когда растение приживется. Если его пересадили, вы можете сделать омолаживающую подрезку кончиков веточек, обрезать сухие, сделать ему декоративную стрижку. Очень красиво подкормить удобрения, которые содержат большее количество азота. Это удобрения для декоративно-лиственных растений. И у вас фикус будет очень-очень красивый и, можно сказать, шикарный. Размножать фикус достаточно легко. Вам просто достаточно срезать верхушку. Верхушечный черенок, боковой можно, с листьями. Укореняется он в воде, а потом высаживаем в грунт. Но можно сразу укоренять черенки и во влажном грунте, сделать такую небольшую тепличку. Это тоже имеет место быть. Но из своего опыта я бы вам советовала фикусы бенджамина укоренять, размножать летом. Поскольку в другие сезоны фикусы или очень активно растут, или отдыхают. Поэтому, используя укоренители как дополнительное средство для размножения и укоренения, вы можете получить результат на протяжении всего года. И обратите внимание на то, что это растение надо как можно реже переставлять. Потому что фикус бенджамина очень любит покой и умиротворенность в вашем доме. Поэтому купите, подарите такое прекрасное растение, которое не только украсит своей пестролистностью дом, квартиру, но еще принесет гармонию в семью, покой, умиротворение. И может вырасти у вас достаточно, достаточно высоким деревцем. А если вы будете переплетать стволики из нескольких растений, это вообще будет удивительное растение, которое поразит и вас, и ваших друзей своим внешним видом. Если на растении появились вредители, листья стали липкими, образовались пятна или паутина, одним из таких паразитов является мучнистая червь, о котором свидетельствует скручивание и увядание листьев. И часто поражают, как мы говорили, клещи, из-за него понижается уровень фотосинтеза, и растение может погибнуть просто. Может быть тля появляться, листья становятся желтыми, со временем опадают. Такие паразиты очень губительны для этого растения. Обратите внимание на то, что фикус могут поражать и щитовка, это бурые пятна. Они высасывают из растения все соки, оставляют липкий налет, из-за которого может потом появиться такой сажистый грибок. Для того, чтобы справиться со щитовкой, необходимо листочки обработать инсектицидными препаратами или специальными средствами для растения. В домашних условиях можно использовать даже обычный мыльный раствор. Большая часть вредителей возникает, конечно, не только из-за неправильного хода, но то, что у вас рядом еще растут растения, которые могли быть поражены. Поэтому каждый день проверяйте наличие паразитов, все комнатные растения. И запомните, от вредителей мы используем инсектицидные препараты, от клещей акарицидные препараты. Сейчас в продаже есть уже комплексные инсектицидные, акарицидные препараты, даже длительного действия, так называемые системные препараты. А от грибковых инфекционных заболеваний мы используем фунгицидные препараты, которые вы также можете купить в садовых магазинах. Фунгициды, перед тем, как проводим обработку фикуса, надо растения убрать пораженные листики. И если после первого опрыскивания болезни, вредители, инфекции не уйдут, надо повторять обработку еще раз через 10 дней. К грибковым заболеваниям относятся плесень и гниль. Если не провести своевременное лечение, можно потерять растения, потому что проблема плесени и гнили поражает и корень, не только верх. Есть еще опасные заболевания, бактериальные заболевания. Это когда весь цветок покрывается мелкими пузырьками. Потом это как чешуйки превращаются, они отшелушиваются. Это заболевание крайне опасно. Вылечить бактериальные заболевания невозможно. Поэтому мы прощаемся с этим растением. Мы его просто уничтожаем. Поэтому, дорогие друзья, обратите внимание на то, что чаще всего проблемы связаны с неправильным уходом или отсутствием ухода, и то, что могли быть рядом больные растения. Для фикуса категорически не подходит освещение неправильное. Это сильное жгучее солнце, очень низкая или очень высокая температура. 12 градусов это уже критическое и выше 25 градусов это тоже критическое. Неправильная влажность, неправильно подобранное удобрение. Обратите внимание на неподходящий грунт. Покупайте в садовых центрах правильной кислотности. Можно периодически профилактически проливать растение слабой марганцовкой. Это позволит избежать и мушек, и вредителей, и болезней. Дорогие друзья, выращивайте красивые, здоровые цветы. Украшайте свой мир, свой дом, свою квартиру цветами. Подписывайтесь на мой канал, просматривайте плейлисты по тематикам. Очень много видео и о комнатных растениях, и о растениях сада, огорода. Поэтому до встречи на моем канале. Я советую вам украшать свой мир цветами.